Дагестан присоединился ко всероссийской акции «Диктант Победы». Участниками стали более трех тысяч человек. Уволить без оснований 11 специалистов. Преподавательский состав ДГПУ запуган угрозами ректората. Что происходит в университете, узнавали наши корреспонденты. Нет компенсации, нет выплатам за свет. Жители Унсукульского района отказываются платить за электричество. Люди уже 10 лет не могут получить денежные выплаты за ущерб при строительстве Ирганайской ГЭС. Подробности сегодня в выпуске. Стало известно о двоих дагестанцах, погибших при авиакатастрофе в Шереметьево. Трагедия в московском аэропорту произошла в минувшее воскресенье. Среди погибших, а их более 40 человек, был и Навруз Искендеров, житель Кайкенского района. В тот день он возвращался из краткосрочного отпуска обратно на службу в Мурманск. Молодой матрос служил по контракту на военном корабле. В возрасте 23 лет уже носил погоны Мичмана. По ряду сообщений в СМИ среди погибших пассажиров злополучного рейса был и житель Каспийска. При этом никаких подробностей о нем пока нигде нет. Более тысячи площадок на территории страны и 23 за рубежом. Такой размах приобрела акция «Диктант Победы». В Дагестане проверку знаний о Великой Отечественной войне прошли свыше 3000 участников на 17 площадках. Самой массовой стала площадка в историческом парке «Россия. Моя история». Там побывал и наш корреспондент Зумруд Гамидова. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне мог любой желающий. Для этого в течение 40 минут надо было ответить на 20 вопросов. Они касались географии, боевых действий, героев и даже отображения войны в искусстве и литературе. Свои силы в тесте на историческую грамотность попробовали школьники, студенты, представители СМИ и сами ветераны. Вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, Днем Победы, это для меня самое близкое, что не есть на этом свете. Понимаете, это дань нашим ветеранам войны, которых мы уважаем и будем уважать. Потому что у нас и так их мало осталось. Мы обязаны нашим, что мы сейчас живем. «Это, можно сказать, важнее, чем даже хлеб. Потому что мы, люди живые сейчас, все обязаны жизнью тем людям, которые стояли, этой жизнью стояли. Конечно, такие акции, как сейчас, это надо не один раз в году провести, но хотя бы День защиты Отечественной можно провести». Акцию проводит партия «Единая Россия». Так организаторы хотят привлечь общественность к исторической грамотности. «Этот проект, я скажу, важен не только нашей стране. Это проект важен для всего мира. Потому что сегодня, когда стараются искажать историю о Великой Победе, роль значимой советской армии в этой победе. Поэтому наша задача, чтобы потом мы правильно объяснили, снимаясь по отдельным документам, чтобы снимали фильмы, основанные на реальных событиях и так далее и так далее». Эльдар Белалов признается, что вопросы были непростыми, и без подготовки ответить на них было достаточно сложно. Его личным героем всегда будет прадед, который прошел через войну. В память о нем он решил проверить свои знания. «Да, для меня я…» «Почему?» «Ну, я так-то не прохожу это в школе, вот дома пытался уже. Мне предложили, я согласился, чтобы хотя бы проверить свои знания о войне, о событиях, которые происходили». А вот ученица гимназии 38 Камела, напротив, считает, что задания были несложными. «Задания были не такие уж сложные, ну, они некоторые были на логику, то есть нужно было знать некоторые даты, ну и главное – основные запытия. Это как бы важно – сохранить историю нашей страны, знать историю, важнейшие события». Проверяли знания не только школьники и студенты, но и представители власти. «Это не только память развивает, это историческую память развивает, соответственно, всем детям, и когда со школьниками будем общаться, я обязательно буду рекомендовать. Видите, пригождается даже на диктанте. А вопросы по событиям, там не было больших таких вот дат, вот если были с датами, конечно, это надо дочитывать, всегда как-то в памяти освежать. А были вопросы, ну, действительно, на знание, на знание вот этой эпохи, на понимание. Поэтому я не считаю, что очень сложно, и тот, кто этим интересовался в школе, потом почитывал, смотрел фильмы – несложно». Те, кто не успел принять участие в акции, могут проверить свои знания в режиме онлайн на специальном сайте «Диктант Победы.рф», где 12 июня и будут опубликованы итоги акции. Зумруд Гамидова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Около пяти тысяч человек посетили шатёр Рамадана в первый день благословенного месяца. Соблаготворительный фонд «Инсан» вновь распахнул двери шатра для всех желающих совершить коллективное разговение. В этом году по случаю его открытия прошло торжественное мероприятие, которое посетили и представители республиканской власти. Все подробности с места событий у Абдулы Алиева. Возведение шатру в месяце Рамадан стало уже по-настоящему народной традицией в Дагестане. И самый главный, как и каждый год, расположен на площадке центральной джума мечети города Махачкалы. В этом году он преобразился и внешне, и стал гораздо вместительнее. Если в предыдущие годы шатёр принимал каждый день до трёх тысяч человек, то теперь эта планка поднята до пяти тысяч. Шатёр Рамадана является нашей уже ежегодной акцией традиционной. На протяжении уже семи лет мы проводим эту акцию. Успешно развивается, и мы с каждым годом, нам приходится увеличивать шатры. И вот в этом году мы практически вдвое увеличили шатёр из-за острой нехватки мест, которые было в предыдущие годы. Возведение шатра – это всегда важное событие для горожан. И в этом году, чтобы разделить радость по случаю его открытия, церемонию посел муфти шейх Ахмат Афанди и представителей республиканской власти. В своём выступлении духовный лидер поздравил всех с наступившим месяцем Рамадан и выразил благодарность фонду «Инсан» за организацию акции и всем, кто неравнодушен в её проведении. Также шейх Ахмат Афанди призвал дагестанцев благодарить Аллаха за возможность принимать участие в подобных мероприятиях. Вот кто сегодня здесь присутствует, они все чиновники, мы их не пригласили. Они сами изъявили желание находиться вместе с народом сегодня первой ночь. То, что их присутствует, это очень о многом говорит. Когда говорят в Дагестане, между конфессиями нету таких разных голосов, я удивляюсь. Я говорю, а как могло быть подругой? Конечно, наш пророк Аллахи Салат Аслам нас в своём примере показал. Один маленький фрагмент. Рядом жил сосед, еврей, старый человек. Каждый день он к нему ходил, за ним ухаживал. Сам пророк. Тогда сам пророк Аллахи Салат Аслам так относился. Людям другой конфессии, другой веры. Как мы можем по-другому относиться? С поздравлениями от главы Дагестана выступил руководитель его администрации Владимир Иванов. Он отметил, что шатюр служит объединению общества, так как его могут посетить люди абсолютно всех конфессий. Что присуще этому шатюру, что в этот шатюр могут прийти люди любого вероисповедания. И мусульмане, и христиане, и иудеи, любые. Потому что в этот священный месяц любой гражданин, любой человек может прийти сюда и насладиться вечером вкусной еды. Сюда приходят и студенты, и малоимущие граждане. И не может быть плохим тот шатюр, который делает такие плохие дела. Также с наступлением месяца Рамадан поздравил дагестанцев министр по национальной политике, который отметил важную роль духовенства в укреплении межконфессионального мира в республике. Работать на этой должности очень легко, потому что есть такие духовные лидеры, как наш уважаемый шеф Хаджи и других конфессий тоже, которые понимают, и благодаря деятельности которых сегодня в Дагестане царит мир, межнациональное согласие и межконфессиональный мир. Спасибо им за это и нам всем за то, что мы их поддерживаем, понимаем друг друга. Со словами поздравлений выступил и мэр города Махачкалы Салман Дадаев. Он отметил, что Рамадан дает возможность людям стать духовно богаче, ведь благие дела, совершаемые в этом месяце, становятся намного ценнее и значимее. Предоставляется возможность приблизиться с лучшим, приблизиться к праве, улучшить свой охранник за счет тех деяний, которые мы будем совершать, благие деяний, которые мы можем совершать в этот благословленный месяц. Шатер Рамадана будет работать на протяжении всего священного месяца. Сюда могут прийти все желающие, чтобы отпустить УРАЗу. Он будет открыт для представителей всех конфессий. Здесь намерены накормить каждого, кто придет разделить трапезу со своими земляками. Абдулла Алиевнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Произвол руководства вуза или же на это есть причины. Преподаватели и студенты Дагестанского ПЕТ-университета вышли с протестом против незаконных, по их мнению, действий ректората. Лишь на одном историческом факультете под угрозой увольнения оказалось 11 специалистов. Разбиралась ситуация Патимат Ханапова. Это студенты исторического факультета ДГПУ. Именно они первыми решились выступить против так называемого произвола в родном университете. С протестом ребята вышли после очередного увольнения их преподавателя, кандидата юридических наук Зякира Мирзаева. В течение 22 лет, каждое утро рабочие дни, раньше студентов, раньше всех, я прихожу на работу и позже всех отсюда ухожу. Сегодня утром пришел, там висят фотографии пижамы от Аждин Тагирича и моя. В стиле их разыскивает полиция. И написано, не пускать. Я говорю, что случилось? Вот исполняющий обязанность директора в пятницу пришел, отдал нам это, сказал, повесит. И под угрозой увольнения строго-настрого запретил нас пускать в корпус. Вот таким образом мы стали, как говорится, людьми преследуемыми непонятно кем и непонятно по каким причинам. Мы с нашей съемочной бригадой решили проверить, действительно ли все настолько строго. Факт подтвердился. Фотографии действительно висят, педагогов не пускают. Однако объяснить, почему вход воспрещен, охранники так и не смогли. Мол, так приказало руководство. Нельзя пронять? Я как понял, что нас не пропускают. Так же? Да. Не пропускают? Нет. Дозакира Мирзаева был отстренен от должности Таджудин Бижамов. Доцент кафедры гражданского права. Бывший министр юстиции республики, проработавший ДГПУ около 40 лет. Под угрозой еще 9 педагогов, у которых в этом году заканчиваются контракты. Конечно, это незаконное увольнение. По закону и по всем положениям должно быть за 2 месяца до окончания срока трудового договора объявить конкурс на замещение вакантных должностей профессорского преподавательского состава. Этого нет уже 2 года. Не делают ничего. Доходит срок окончания. Нагрузка у преподавателей остается, их увольняют. Особо опасны преступники. Так они называют себя шутя. По словам преподавателей, в соответствии с трудовым кодексом, им причинные увольнения никто не объясняет. Они уверяют, тут личные интересы у руководства. Кандидат, доктор, 10 лет, 30 лет ты проработал в этом вузе, только потому, нравишься ты или не нравишься. Старшему преподавателю Раджабову устали быть рабами. Мы устали прогинаться под непрофессионалов, незаконные решения. Это наша беда. Уважаю исторический факультет, его коллектив, то, что они поднялись за своих преподавателей. Я работаю на факультете социальной педагогики и психологии. У нас духу не хватило. Встать и сказать «стоп! Хватит! Мы не рабы!» Не смогли мы связаться и с самим Асланом Раджабовым, исполняющим обязанности ректора ДГПУ. Именно он, по словам преподавателей, и выносит приказы, противоречащие трудовому кодексу. И о, мы не застали ни на рабочем месте, ни через телефонный звонок. По словам многих преподавателей, само нахождение Раджабова в составе ректората вызывает массу вопросов. Человек, который имеет судимость. Судимость по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Человек, который состоит в учете психиатрической больницы с диагнозом депрессивно-параноидный синдром. Это карта психиатрической больницы. Оригинал изъяли оперуполномоченные ФСБ в Алибайе 13 февраля. Изъяли, так и пропал оригинал. Это копия. Преподаватели и студенты не намерены на этом останавливаться. Против произвола в родном университете они настроены решительно. При этом стоит отметить, что сегодня представители силовых структур провели выемку документов в учебном заведении. Об этом сообщает ТАСС. По данным информагентства, пока обошлось без задержаний. Однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела по хорошо известной для Дагестана статье. Мошенничество о хищении бюджетных средств. Батиман Ханапова, Салман Гетихмайев, новости ННТ, Махачкала. Сотни семей из Ирганая, Унсукульского района, до сих пор не получили компенсации за затопленные земли, пострадавшие при строительстве Ирганайской ГЭС. Более 10 лет они неоднократно проводили акции с требованием денежных выплат. Очередной способ привлечь внимание – не платить за электроэнергию. О проблеме, которая стала частью жизни ирганайцев в сюжете Луизы Раджабовой. После строительства Ирганайской ГЭС под воду ушли с сады местных жителей, с урожаем, у кого-то даже дома. Однако многие до сих пор не получили никакую компенсацию. Говорят, обещанные ждут три года. В случае с Санцукольским районом жители ждут десятки лет. В 2008 году строительство ГЭС было уже завершено. Оставалось просто наполнить водохранилище. Просто попросить людей оставить свои дома и сады. Горцы согласились. Они пожертвовали свое, чтобы республика увеличила объемы вырабатываемой электроэнергии. Тогда еще не зная, как долго придется просить уже им справедливости и исполнения закона. После затопления садов ирганайцы начали жизнь с белого листа, точнее с чистого поля. Посадить новые деревья – это не чиркнуть ручкой по документу. Прошли года, прежде чем Магомед снова прошелся по своему саду. Собрал урожай. Лет 4-5 тому назад, когда дети учились, было очень сложно. Знаете, долг брали. Люди, как живут основно, определенные урожаи занимают у кого-то. Вот так и жили. Жили плохо. Было плохо очень. Вот нанимал у кого-то там на месяц деньги, отдавал студентам, которые учились. Но это меня лишили они, это государство. Не дело, не электроэнергии. Люди просто недовольны. До отчаяния довели они вот это чиновники. Кормить обещаниями большой ложкой начали еще в 90-х годах. Обещания должны были выплачиваться до завершения строительства и запуска ГЭС. Однако этого не произошло. Про это говорили только. Только и дома, и на улице отец покойный. Только про это говорил. С этим и ушел. Покойный уже лет 13. А я сейчас занимаюсь этим. Только от болтавни дальше ничего не идет. Некоторые обещали, уезжали. Мы тоже верили. Вот так время прошло. Тем, у кого изымались сельхозугодья без восстановления, предлагалось выплачивать пожизненно наследуемую земельную ренту. В итоге участки затопили, а народе забыли. Забыли и о том, как именно эргонайца. Со 70-х по 90-х годы в сезон в стране поставляли до 30 тонн продукции. Это село нельзя было здесь строить без очистительного сооружения, чтобы очистительные стоки не попадали в водохранилище и эргонайский ГЭС. И в связи с этим было построено, вот это не построено, было две попытки построить это очистительное сооружение. Их строили где-то 90-е годы. Определенный объем денег здесь был освоен, объект был заброшен. И точно такие очистительные сооружения были предусмотрены. Шамилькале тоже не построили, бросили, прямо водохранилище сбрасывают. Точно так же Майданское. А ниже этих всех населенных пунктов подается вода для питья поселок Шамилькала и эргонай. И было письмо Ленингидропроекта, оно у меня есть, я вам говорил об этом. Что с тем, что питья вода набирается ниже этих населенных пунктов, в завершении очистительного сооружения обязательно. Ну вот это обязательно, вы видите, в каком состоянии сегодня находится. Заявление об отказе от оплаты за электроэнергию жители сделали после работ по замене приборов учета. По словам сельчан, счетчики не вызывают доверия. Я как бы этот счетчик, который накручен 5600 киловатт, например, на Магомеду Гасана, его счетчики поставили мне. Этот счетчик идет, а те цифры, на него имя идет, эти цифры, накручиваются. Я оплачиваю, помимо, и он отплачивает. Понимаете, в чем дело? Потому что по фамилии ему, по цифру, она числит за него. А поставили мне, я тоже оплачиваю эти деньги, и он тоже оплачивает. Такая ситуация. В связи с этим единогласно принято решение не производить оплату за электроэнергию до момента получения компенсации за потопление их садов. Такая нелегитимная реакция народа вполне объяснима. По словам людей, даже трансформаторы они покупали сами, всем селом. Например, вот этот трансформатор покупала вот эта улица. Вот жители, жителям приходится все это покупать. На это, они говорят, средств нету. И кабелями покупаем, и проводами покупаем. И вот столько, где-то 12 трансформаторов купили, мы здесь. Жамат собрал деньги, купили сами трансформаторы. Акции протеста я лично поддерживаю, потому что я знаю, как здесь люди живут. У них, они же не отказываются от этого, что они вообще не будут платить. Они говорят, у нас денег нету. На то, что они жили, все земли, которые, они, какой-то выгода было, все, короче, затоплено. Откуда им деньги взят? Здесь был завод хороший, там работали люди. Ну, сейчас негде работают, у людей все отобрали. У них не на чем жить. Задолженность сельчан за свет составляет 59 миллионов рублей. Денежный долг государства перед эргонайцами за возмещение изъятых земель почти 2 миллиарда. По мнению главы Анцикольского района, необходимо выдвигать более правомерные и грамотные условия с обеих сторон. Может быть, например, эти долги возникли среди тем, что, вот, например, я же сказал, что здесь фиксированы суммы 500 и 1000 рублей. Если, например, они же не по счетчику, а по счетчику, может, там больше набежать тоже. Она, может быть, это поэтапное поглощение, они как-то напишут это, ну, и указывают долг, тоже, может быть, это тоже в законном порядке может тоже быть. Но это должны они указывать, например, у вас, например, вы оплатили столько, у вас долг остался сколько, ее планируют на несколько лет, последующим погащением ее. Вместе с тем Росгидра в рамках своей компетенции готова участвовать в урегулировании конфликтной ситуации совместно с правительством Дагестана и другими заинтересованными структурами. Мы понимаем ситуацию, прекрасно знаем, что происходило с данным населением, но, пользуясь случаем, хочу обратиться к населению, и чтобы население не забывало, что это такой же товар, как и хлеб, как и абрикосы, и те пастбища, которые были затоплены в зоне строительства тех или иных ГЭСов, тоже попали под зону затопления. Однако сегодня население за этот продукт оплачивает. А вот свет считает электричество каким-то другим товарным ценностям, забывая то, что сегодня сбытовая компания, гарантирующая поставщик Республики Дагестан, данный продукт закупают на оптовом рынке. И мы должны заплатить за полученный товар с оптового рынка, значит, оплатить им за оказываемую нам услугу. Проблеме не год и не два. Однако власти не торопятся углубиться в решение вопроса, завидным постоянством игнорируя просьбы эрганайцев. Но вот когда просьбы плавно переходят на требования и бойкот, как в данном случае, реакция государства просто необходима. Луиза Раджабова, Гаджа Магомедов. Новости ННТ, Унсукольский район, Ирганай. Из Абудаби с урожаем медалей. В Махачкалу вернулись триумфаторы детского первенства мира по бразильскому джиу-джитсу. Спортсмены клуба «Прайд» привезли на родину семь наград разной пробы. С юными чемпионами и их тренером познакомился Курбан Рагимов. Ему слово. На груди медали душу переполняет чувство гордости. Юных чемпионов мира ставят в пример своим же сверстникам. Победа на столь престижных соревнованиях теперь вдохновит и всех остальных одноклубников. В этом уверен тренер-бразилец Марко Мачадо. Он уже четвертый год преподает джиу-джитсу в Дагестане. Для развития джиу-джитсу в республике есть все предпосылки. Местный менталитет послан обладателя черного пояса схож с бразильским. Страсть к единоборствам у наших ребят в крови. Здесь Марко решил основать свой клуб и делиться мастерством. Разнообразие болевых и удушающих приемов. Главное, что привлекло детей в этот вид спорта. Девятилетнего Джамала Мурадова в зал привел его отец. За пару лет накопилось уже восемь золотых медалей с разных турниров. Он сказал, ты хочешь идти на эти тренировки? Я сказал, ну посмотрим. Я, когда первый раз увидел, увидел своего друга и сказал, пап, можно давай я буду ходить сюда. Мне понравился этот вид спорта. Чем он тебе казался? Ну, мне понравился, потому что ты можешь работать снизу, сверху. Броски там болевые, удушающие, все такое. То есть интересный спорт? Да. Прошедший в Арабских Эмиратах чемпионат мира считается самым престижным турниром по джиу-джитсу. Побороться за награды в Абудабе съехали 7 тысяч спортсменов. Это дети и взрослые. Всего порядка 100 стран-участниц. Для Саадуса Айпулайва победа там стала уже второй на международной арене. Во-первых, я хотел бы стать чемпионом мира среди черных поясов, не знаю, и достичь высот, наверное, в этом виде спорта, а потом уже перейти на какой-нибудь другой спорта. То есть покорить уже другой вид спорта, да? Ну да, наверное, там где-то на ринге выступать. Черный пояс и золото чемпионата мира – мечта каждого из этих детей. Путь к вершинам предстоит непростой, но одно известно точно. Бразильское джиу-джитсу эффективно не только на татами, но и в быту, как средство обычной самообороны. Ну, нечасто, иногда будет. Ну, как все это происходит? Пример приведения. Мы играемся, и он говорит, сделай какой-нибудь прием. То есть ты в школе их показываешь, мастер-класс у тебя будет? Да. Мне этот вид спорта нравится, что, если, ну, например, ты на улице там дерешься, если ты упал, ты можешь оттуда работать. Ты не будешь там валяться просто и вставать там. То есть положение снизу – это не означает, что ты проигрываешь, да? Да, это, наоборот, для меня лучше. У команды Марка Мачадо сейчас нет времени на отдых. В конце месяца джицеры отправятся в Москву, где выступят на открытом международном турнире. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете ослеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова